Говорит Черкесск В рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей» При рождении детей нацпроекта «Демография» реализуется комплекс мер, направленных на усиление материальной поддержки семей с детьми. С 2018 года в Карачае-Черкесе, нуждающимся в финансовой поддержке семьям с детьми до 3 лет, рожденными третьими или последующими, предоставляется выплата в размере оригинального прожиточного минимума для детей. Ее размер составляет один оригинальный прожиточный минимум на ребенка в регионе – 13 637 рублей. В прошлом году эта сумма составляла 13 201 рубль. В 2022 году эта мера соцподдержки предоставлена 6 808 семьям, в которых воспитываются 6 922 ребенка. Общая сумма выплат семьям в прошлом году составила 805 600 000 рублей. Ежемесячную финансовую поддержку в связи с рождением или усыновлением первого ребенка в прошлом году получили 5 504 семи республики. Объем выплат семьям региона при рождении первенца в 2022 году составил 607 300 000 рублей. Единовременную денежную выплату в связи с рождением или усыновлением второго ребенка в размере 25 000 рублей получили 1245 семей. Общая сумма этих выплат – почти 31 миллион рублей. Кроме того, единовременную выплату при рождении четвертого или последующих детей – это республиканский материнский капитал – получили 510 семей. В республике продолжают работы пункты оказания психологической помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Напомним, они работают в Черкесске, Зеленчукском, Карачавском и Урупском районах. Помогают обратившимся квалифицированные психологи Оригинального социально-реабилитационного центра «Надежда» и Центра социального обслуживания населения. В республиканской столице пункт психологической помощи располагается на улице Пушкинской, 82, в других муниципалитетах – в Карачавске по Магометова, 3, станице Кардоникской, улице Пугачева, 26А и поселке Медногорском по Мира, 1. Участникам специальной военной операции и их семьям также оказывается бесплатная юридическая помощь и другие виды поддержки, в том числе в решении бытовых, социальных и иных вопросов. В республике будет созданный Центр оптимизации государственных и муниципальных услуг, который будет предоставлять 24 часа в сутки и 7 дней в неделю абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан. Это позволит не только полностью перевести большинство услуг в электронный вид, но и способствовать сокращению срока в предоставлении услуг как минимум в три раза. До конца этого года в Карачавске в электронный вид будут переведены порядка 90 услуг. В целях оказания содействия трудоустройству безработных граждан службы занятости республики реализуются под программу «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» Государственная программа «Содействие занятости населения Карачаев-Чикеси». В рамках этой программы будут организованы ярмарки и вакансии учебных рабочих мест, оплачиваемые общественные работы, а также предусмотрены временное трудоустройство для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. Будет оказано и содействие в самозанятости безработным гражданам, трудоустройству многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей инвалидов и т.д. В Черкесске завершается капитальный ремонт музыкальной школы, ранее прерванной по вине подрядной организации, не выполнившей свои обязательства перед заказчиком. Здание не ремонтировалось почти пять десятков лет с момента ее возведения в 1974 году. Уже этой весной 300 воспитанников учреждения будут заниматься в стенах родной школы. Для них, благодаря реализации программы развития культуры, будут созданы современные комфортные условия. Сейчас завершается ремонт второго этажа, параллельно ведутся работы на первом. Обновлены все кабинеты, актовый зал, санузлы, заменены старые полы и двери, система отопления и электропроводка. Запланирована также покраска фасада зданий и установка наружного освещения. Ранее заменили старую мягкую кровлю на современную мембрану. Как мы уже сообщали, в республике заработали специальные медицинские чаты для помощи пациентам. Проект «Здравконтроль» реализуется при поддержке Минздрава России, Росздравнадзора и Общественной палаты страны с использованием средств, предоставленных фондом президентских грантов. В прошлом году проект был представлен в 18 регионах России, а с этого года уже в 34 субъектах. Его цель – повышение качества и доступности государственной медицинской помощи для населения. В мессенджере «Телеграмм» для жителей созданы медицинские чаты, в которых они смогут оставлять свои обращения и задавать справочные вопросы, а также получать ответы от представителей медицинских организаций в течение двух часов. Основные вопросы, которые жители Карача-Черкесии смогут решить благодаря обращениям в медчаты – это проблемы, касающиеся записи к врачу, вызова врача на дом, получения льготных лекарств, нарушения этики и диантологии, навязывания платных услуг, а также отсутствия направлений на консультации, обследование и т.д. В чатах нельзя получить консультацию по лечению и назначению лекарственных препаратов, наличию медикаментов в аптеках, работе скорой медицинской помощи и вопросам электронной госпитализации и постановки диагноза. В республике, в частности, созданы два чата – «Черкесск. Здоровье» и «Карача-Черкесия. Здоровье». В последние подключены все медорганизации, кроме тех, что территориально находятся в Черкесске. То есть медорганизации, находящиеся в республиканской столице, будут отвечать на обращения граждан в чате «Черкесск. Здоровье». Написать обращение в медчаты можно ежедневно с 8 до 20 часов с понедельника по субботу. Жители Карача-Черкесии могут получить статус социального предпринимателя и грант на реализацию своего проекта. Для чего это необходимо и никуда обращаться, расскажет гость студии, начальник Центра инновации социальной сферы Джамиля Карасова. Уважаемые предприниматели Карачаева Черкесской республики, хочу напомнить вам, что до 1 мая Центр инновации социальной сферы принимает документы на признание предприятия социальным. Для этого нужно вам обратиться в Центр мой бизнес по улице Ленина, 53, Центр инновации социальной сферы. Если ваша деятельность связана с трудоустройством социально уязвимых слоев населения, или же ваша деятельность направлена на решение проблем общества, вы, в принципе, можете считаться социальными, но для этого вам нужно пройти вот эту процедуру. Прокуратура Республики утвердила обвинительное заключение в отношении 41-летнего жителя Прикупанского района, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей убийства. Информацию комментирует старший помощник прокурора Карачая Черкеси по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармаграева. По версии следствия, 4 октября 2022 года, около 15 часов 50 минут, находясь на улице Доватора в городе Черкесске, обвиняемый с целью совершения убийства своего родственника, достал из салона автомобиля, принадлежащее ему огнестрельное охотничье оружие, из которого произвел выстрел в область грудной клетки и живота постерпевшего, в результате которого наступила его смерть. После чего злоумышленник с места происшествия скрылся. Уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу. В России на законодательном уровне могут запретить вейпы. Причин несколько и в первую очередь рост несчастных случаев при использовании испарителей. Чем же опасно это новомодное средство, якобы помогающее избавиться от курения? Информацию комментирует медицинский психолог республиканского наркологического диспансера Инна Лобанова. Производители альтернативных способов курения утверждают, что это более безопасный вариант, что якобы есть жидкости, в которых нет никотина, например. Ну и что, например, с помощью вейпов или электронных сигарет можно даже просить курить. Почему, конечно, сейчас так активно озаботились этой проблемой, в частности в Госдуме Российской Федерации? Потому что очень много различных случаев серьезных, которые возникают непосредственно на фоне использования вейпов и электронных сигарет. Случаи разные. То есть то, что касается, допустим, травмоопасности, да, то есть вейпы взрываются очень часто за счет того, что многие эти конструкции, сами эти жидкости, они на сегодняшний день чаще всего приезжают к нам из стран Азии и, соответственно, не досматриваются. С 15 марта в Карачащикесе стартует ежегодная федеральная информационная противопожарная кампания «Останови огонь», в ходе которой будет проводиться информирование населения о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, очные и онлайн-экологопросветительские мероприятия по пропаганде правил пожарной безопасности. С 2018 года акция решает основную задачу – это информирование населения о запрете палов сухой травы на землях сельхозного значения, а также о других причинах возникновения лесных и иных природных пожаров. Государственная национальная библиотека Карачащикеси имени Халимат Байрамукова готовится выпустить в свет обновленный справочник, рассказывающий практически обо всех литературных деятелях нашей малой родины. На 600 страницах уместилось более 300 имен, начиная с народных певцов и сказителей до письменного периода и заканчивая молодыми писателями, такими как Шамиль Узденов, Люсана Абедокова и Артур Кинчишао, в которые впервые попадают в подобные сборники. Прочитать книгу в электронном варианте можно будет в ближайшее время на официальном сайте библиотека 09.ру, рассказывает библиограф информационно-библиографического отдела библиотеки Талегюль Межева. Заслуженный художник Российской Федерации, народный художник Карачаева Черкесии Уман Кангеревич Межев был всю свою жизнь беззаветно предан изобразительному искусству. Он стремился всегда осваивать новые техники. Кроме живописи, графику, афорт, гравюру, работал в области декоративно-прихладного искусства, занимался войлоком, всегда стремился передать свои чувства, мысли через свои произведения. 10 марта в Республиканской государственной филармонии русские театры, драмы и комедии Карачаева Черкесии представят спектакль «Великолепная семейка». Действия происходят в семье двух почтенных дам, которые живут в старинном особняке. Конечно же, они становятся мишенями не только для своей семьи, но и для всевозможных дельцов, которые рады заполучить такой дом. Режиссер постановки Валентин Бирюков. Как мы же сообщали, на курорте Архиз с 10 по 12 марта пройдет ежегодный фестиваль электронной музыки и спорта «Ритм гор». Любители активного отдыха ждут экстремальные соревнования, выступления артистов, кинопоказы, лекции и мастер-классы от профессиональных райдеров. Начнется фестиваль массовой спортивной танцевальной разминкой на главной площади курорта в поселке Романтик. В программе первого дня – дневная вечеринка под сеты диджеев на открытой веранде ресторана «Вкус гор». Вечерние кинопоказы, встречи со спортсменами и лектори об экстремальной культуре сноубординга. 11 марта в сноупарке на выкате южного склона в Романтике пройдут спортивные соревнования по сноуборду и лыжному фристайлу. Профессиональные райдеры покажут трюки на перилах, дропах, боксах, слайдерах и трамплинах. 11 и 12 марта также на курорте и в поселке Архиз запланированы вечеринки на открытом воздухе, концерты инструментальной музыки и выступления приглашенных диджеев. Хидлайнеры фестиваля приедут и из Москвы, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону и Пятигорска. Ну и последняя информация. 10 марта в спорткомплексе «Юбилейный Черкеска» состоится спортивный турнир по волейболу среди женских команд средних и высших учебных заведений республики. Состязания проводятся в целях популяризации здорового образа жизни, пропаганды физической культуры и спорта среди молодежи региона. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии переменная облачность, местами небольшие осадки, дождь, мокрый снег и снег. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, а в горах днем при порывах до 11-14 метров. Температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла, а в горах плюс 3-8 и лавина опасна. На дорогах Республики утро местами гололедится. В Черкесске днем без существенных осадков. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, столбик термометра поднимется до 17 градусов выше 0. Таковы некоторые события Республики. Информационный выпуск провела Редонирова.